220 тысяч евро за 6 месяцев. Именно такую сумму необходимо было собрать семье Потаповых для лечения сына в Германии. Эту историю мы рассказывали в октябре прошлого года. Тогда судьба двухлетнего Стёпы висела в буквальном смысле на волоске. Общими усилиями удалось сотворить настоящее чудо. В ноябре родители смогли отправить мальчика на дорогостоящую терапию. У нас просто невероятно огромное количество добрых людей. Отзывался каждый. Кто-то делал пост, кто-то пересылал посильную ему сумму, кто-то пересылал огромные суммы денег и нам лично, и через фонды. Кто-то рассказывал нас всем, куда бы ни шел человек на какие-то мероприятия по работе. В этом году спасибо всем неравнодушным говорит и еще одна героиня наших сюжетов – Карина Спиридонова. На операцию в Израиле ей требовалось более 3,5 миллионов рублей. В настоящее время необходимая сумма собрана. Совсем скоро девушка отправится на лечение. Об этом она сообщила на своей страничке в социальных сетях. Дорогие друзья, это был очень сложный путь. Для меня это кризисный тяжелый этап, который был крайне сложен. Я благодарю вас от всего сердца. Я желаю, чтобы эти добрые слова вернулись к вам с тарицей. Я желаю вам всем крепкого здоровья во всех его проявлениях. Почему возникает рак? Влияет и наследственность, и окружающая среда. В Курской области выявление страшного диагноза у детей составляет 40%. Только за этот год злокачественное образование обнаружено у 38 малышей. Маска, под которой могут скрываться злокачественные образования, они совершенно разные. И могут маскироваться под другие заболевания, не столь грозные. Вот почему необходимо, конечно же, своевременно проходить обследование. То, что позволяет сегодня здравоохранение в рамках бесплатного оказания медицинской помощи. Сохранить здоровье и избежать возникновения страшного недуга помогут регулярные профилактические осмотры. Их стоит проводить не реже одного раза в год. Тогда у любой опухоли практически не останется шансов. Ведь болезнь всегда легче предупредить, чем лечить. Ксения Дегтярева, Сергей Малеев. События дня. Ксения Дегтярева, Сергей Малеев.